так еще одна заметка корпус туи опять таки акцент на корпус стоял ждал своего скажем так вместилище тоже прикольный корпус такая перфорация под раритет вот этот старинных приемников но она перфорированная он похож чертеп есть подобный micro atx платы тоже компактное решение две полосы тоже идут у него такие лаконичные вот переключатель управления подсветкой стоит хаб сейчас покажу который синхронизирует подсветку с вентиляторами и возможность поставить сто сороковки водянка сюда вряд ли влезет ну а вот кулер который был на другой плате просто здесь плата новая 1700 сокет а этот кулер по моему не идет на 1700 или надо переходник поискать может природе существует где-то хотел его сюда засунуть ну да у него нет поддержки 1700 а так он как бы сюда вписался хорошо может переходник какой-то со временем и и найду но тихо он сейчас работает мягко все же никак не удается на новой архитектуре хоть как-то чуть-чуть поработать по практиковать вечно какое-то либо старье перебираешь либо налаживаешь и тому подобное место тут много чем хорошо пару сантиметров кабеля можно уложить как угодно ну так же я особо не прикручивал по мере как говорится доступа папа скрутками этого достаточно к тому же все равно манипулируешь время от времени блок тоже поменяла потому что видеокарточка запитать нужно было сейчас плеер проверенный вариант тихий 600 ватт его хватает на эту конфигурацию и есть все разъемы пару косичек с набором и вот хап идет удобный в комплекте с аташным модулем питается тут rgb 3 пиновые по моему можно три устройства подключить и у них у каждого своя дублирующая можно в каскад добавить еще вентиляторов но тут 4 стоит и 5 один в каскаде и также в каскаде передняя панель с каким-то ну короче они все синхронизируются вот в один тон ну и также могли конечно на 5 так как корпус рассчитан на 3 4 5 устройств и плюс rgb шка 5 или 6 хап ну и ставьте на все все устройства нет коротенькие поставили ну то таки тоже также 4 вентилятора от него питаются но регулировки скорости я тут не обнаружила синхронизации с платой синхронизировать можно только подсветку тут свитч вы выведена переднюю панель переключатель и вот тут маленький есть одноконтактный 5 вольтовый тоненький можно ну чтоб софтом управлять из-под системы со временем может и подключу пока в этом нет необходимости вот поэтому хаби тоже вот недостаток то что нет прямого синхронизатора коннекторов питания на материнскую плату чтобы можно было еще тише их сделать они-то вращаются у них 1200 максимальные обороты и вроде бы как не сильно шумно но дует хорошо так но особого шума нет то есть как корпусные вентиляторы работает наверно за счет вот это из недостатков в принципе ну да это недостаток то есть управление вентиляторами нельзя регулировать когда корпуса начнут уже производители делать хотя бы ну две кнопки поставьте плюс и минус и выведите на хаб вентиляторы больше кнопка меньше то что можно реализовать это уже будет прорыв не нужно там с платой синхронизировать это все зависит от производителей корпусов как они перспективе учитывают пожелание или не учитывают больше меньше ну реабаз можно поставить как бы крутилку это можно кнопками если как бы синхронизации нет это что касательно и крышечка закрывается короче металл хороший прочный несмотря на то что внутри места много не грохнулся вот этот туе это этого же производителя вентиляторы они тоже недорогие jb-шные ну как недорогие по крайней мере доступные я их все брал до этих всех моментов и они так в корпусе и были раз два три четыре пять штук вот поставил корпус по моему шел без вертушек это же сам корпус серии скажем недорогих и в меру компактных от плата микро tx полностью легла это широкая плата асусовская и тут тут идут комплект резинки 2 диска цепляются с той стороны можно с этой прицепить можно стой нет скорее всего стой потому что выводить провода питание торчать будут здесь в общем есть возможность 2 тут поставить с излишне к с той стороны помимо один м2 стоит тут он м2 можно 2 поставить ну и само собой задней стороны вот эта корзина там стоит тоже на пару дисков поэтому носителей можно здесь расположить ну и блок питания с обычными проводами не черными и вывести их тут по разному можно я я сторонник чтоб их не перегибать не пережимать не делать вот эту красоту в ущерб как бы перегибу провода поэтому я их свободно сюда располагаю они как новые постоянно не перегибая поэтому главное чтоб они не болтались и воздух проходил по видеокарточки тоже удобно ниша есть вот вывод провода на единственное оно рассчитано под большую видеокарту сюда наверно можно не мерил какую-то большую можно засунуть арковка и стоит вот у него 8 пин питания будет другая может со временем на 12 поколение 12 и арковская 380 по по подключению видеокарты если будет широкая видеокарта соответственно по прямой сразу вот здесь пройдет питание и можно этот поставить их полно сейчас подставка под видеокарту она либо на магните идет либо в распор вот так и за ней спрячется этот кабельный кожух если кто любит красоту а так вот арковская карточка этот кожух они сюда прилепили как корыто сюда чтоб пыль собирается вот да она хоть и раздувает по сторонам но красота неимоверная сама карточка маленькая вот а срок выпустил и вот это решение с ребрами ну и тут по охлаждению интересно выход 3 вход 2 то есть выхода всегда должно быть больше принцип вытеснения он не работает тут принцип всегда в охлаждении работает высасывание то есть на высасывание вот горячего воздуха должно быть больше нежели на подачу и тогда более-менее циркуляция происходит и теперь вот доставка воздуха чтобы видеокарте здесь же стекло стоит чтобы видеокарте получить воздуха чуть-чуть чтоб она не грелась это или другая какая-то скажем двухсекционная горячая да она должна его хопать откуда-то вот эти нагнетающие изне как бы в корпус пытаются донести свежая повитеря верхний условно доходит сюда и попадает на верхний кулер по задумке нижний он частично должен там диски обдувать но это должно быть 2000 оборотов чтоб он туда доставал то тут воздух так идет мягким мягким потоком но он хоть как-то идет и теперь для того чтобы доставить единственный поток воздуха свежий изне к видеокарте к этому вентилятору я так смотрю тут надо вот от этого вентилятора вот тут делать перегородку даже прозрачную с органики то есть перенаправить этот поток здесь положить ее вдоль даже с этого можно с пластика вот эти коробок чтобы прозрачные и вот этот нижний поток он будет идти по нижнему кожуху и хоть как-то черпать свежий воздух сюда под вентилятор а горячий он уже будет выдувать сюда наверх он будет уходить и вентиляторы будут высасывать и вот этот момент можно сделать такой распределитель потому что иных источников забора воздуха к видеокарте нет особенно если будет что-то горячее длинное стоять вот заметил такую особенность но я поставлю я вырежу с прозрачного вот этого коробки упаковки идут плотного материала просто чтобы перенаправить поток и попробую положить ее вот сюда она тут между вентиляторов залазит интересно есть расстояние и раз попытаюсь распределить потоки посмотрю что из этого выйдет и насколько это эргономично будет оно то логически напрашивалось бы чтоб вот это кожух как-то был или под 45 градусов вот так вот тут немножко забор воздуха или направляющие какие-то были чего-то не хватает все равно в системе охлаждения в стандартной чтоб ее модернизировать до такого представления но это так я фантазирую на ходу а так в общем то корпус можно сказать понравился из-за своей компактности минус хаб и регулировка вентиляторов потому что в самой плате очень много возможностей скажем так подключить и тайп си которого тут нету фан систем фан 1 систем фан 2 то есть вентиляторы можно было регулировать через ну можно хаб свой поставить да и вентиляторы подсветка пусть ним остается на том хабе хотя тут тоже два или три разъема 5 вольтовых rgb можно и засинхронизировать с платой и вот этот вот хаб комплектный он когда ничего нет хорошо а когда плата умеет все это делать лучше то можно конечно перекоммутировать через свой хаб разветвитель на управление и тогда ну тише еще сделать шум вентиляторов корпусных пока еще не уже не гудят не жужжат вроде бы чтоб не они как бы не не выдумывать особо пока останется так ну вот такая заметка и еще очень интересно этаж 11 винда загрузилась по умолчанию тоже всем графика внутренняя и дискретная они спаренные к тому же это 12 поколение позволяет их согласовывать в некоторых приложениях да винчи вот и подобные там она каким то образом софт уже оптимизирован под такую согласованность с этой картой но пока я это фигня не страдаю и не нашел себе таких практических еще приложений которые позволят это делать но сами вот замечал что приложение они уже масштабированы под ну так как во второй 4к но я сейчас мониторы продублировал а вообще он выводится на 4к и очень хорошее разрешение то есть запуская какой-то приложуху видно что прорисовка уже масштабирование она под 4к по 2 по 4 рассчитана и скажем в экране с большим разрешением эти утилиты всевозможные вот они не так много места занимают и экрана остается места побольше то же самое и родная утилита но тут интересно так запускается с сбоку управление я еще и и не вот она тоже картинка но сейчас она от масштабировалась более-менее в начале экрана вылезла почти весь экран затмила это ее фирменная от asus утилита прикольная тоже для разных синхронизаций там для в общем надо изучать новшества и на все это времени нет и к тому же началась весна поэтому все меньше и меньше к компьютерам придется возвращаться скажем летний весенний период но пока скажем по эксплуатируем посмотрим как он на практике но тоже вот режима много и пока нащелкаешь свой режим который интересный потому что сидишь и от вентиляторов глаз идет сбоку если он стоит свечение и его надо приглушать поэтому вот здесь и софт мне кажется особенно белый свет подсветок много и попробую вот 30 раз прощелкой чтобы выбрать ту подсветку которая как бы не сильно яркая такая приглушенная еще более-менее а если нажать выключилась или вот так делать ну вот так она и будет в общем-то это то практика применения скажем иногда приходится кому-то как говорится отдать поэтому некоторым может это и понравится все благодарю